МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве прошел предпоследний. Ажиотаж вокруг гастролей Свердловского театра музыкальной комедии оказался небывалым. Все билеты были раскуплены за месяц до спектаклей. И мы зовем наших гостей, первый из них, Игорь Владимирович. Солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Игорь родом из поселка Горный Каменского района. Она окончила отделение актер музыкального театра в Екатеринбургском государственном театральном институте. В мюзикле «Декабристы» исполняет роль Сергея Трубецкого. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, как прошли гастроли в Москве? Я слышала, что овации были невероятны. Замечательные гастроли. Но, конечно же, там 50 на 50. Очень было, конечно же, много нервов. Мы понимали, что нужно выстрелить и сразу попасть в десятку. Другого шанса у нас не будет, потому что не было времени на репетиционный процесс. Площадки все абсолютно другие. Наверное, немножко позже я об этом расскажу. Это довольно-таки забавно и интересно. Но эмоции, я вот уже два дня в Екатеринбурге, меня все еще не оставляют. Вот, и это все безумно волнительно, но это приятно. Но в десятку попали, потому что отзывы потрясающие о том, как вы показали оба этих спектакля. Я не знаю, попали ли мы, но, наверное, зрителю виднее. Но я-то, мне хочется в это верить. Еще одна наша гостья Татьяна Макроусова. Солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии родилась в Благовещенске, выпускница Оренбургского института искусств. В Свердловском театре музыкальной комедии работает более 10 лет. В мюзикле декабриста играет Екатерину Трубецкую. В спектакле «Эвитар» исполняет главную роль. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну, говорят, что вы идеальное попадание. Вот идеально подходите на эту главную роль. На главную роль вы, Витая? Вы, Витая. Да, вы видите. По крайней мере, мне хочется так думать. Да, да, конечно. Ну, мне очень приятно, что именно так говорят. На самом деле, не только я туда идеально подхожу. Вообще, весь наш театр и весь коллектив, который работает этот спектакль, это точное попадание. Потому что один человек не делает спектакль, а мы команда, мы семья. И поэтому мы винтики того огромного организма. И театр на Таганке, легендарная сцена, Высоцкий, все эти духи этой сцены, они нас приняли очень благосклонно. И когда прошел спектакль, было очень приятно, что оказывается, редко, когда зритель после спектакля в этом театре встает и аплодирует стоя. Нас очень долго не отпускали. И было очень приятно. И значит, мы попали в самое сердце. Да, Журналслов, например, пишет. В лице Игоря Ладейщикова и Татьяны Макроусовой мы имеем, конечно, выдающихся артистов современного мюзикла. Хотя я мог бы перечислить понравившихся мне артистов довольно долго. Честно говоря, впервые слышал в этих стенах такой шквал финальных оваций и восторженный рев в зал. Это композитор Александр Журбин сказал. Очень приятно. Ура! Ура! А что проще было играть? И где играть? Декабристов или Эвиту? На разных площадках. Все было очень сложно, потому что вот как раз вернемся к тому, что площадки были разные. Сцена Большого театра не предназначена для мюзикла. Это для живого исполнения сцена предназначена. Плюс немаловажно, когда мы приехали, нам говорят, ребята, вы знаете, что сцена под уклоном находится 4 градуса. Как бы как? Почему? Ну вот так, потому что балет на труппу танцует. И это существенно. Потому как у нас огромные фуры, дворец на колесиках, стол, на котором происходит словесная дуэль, на колесиках, трон на колесиках. В колесике, естественно, все очень хорошо смазали, потому что в Москве приехали. Все это покатилось с астрономической скоростью в яму. В общем, мы это... Нет, но это был маленький репетиционный момент, вот когда мы отстраивали звук. Вот. И мы как-то так все собрались. Вот про что Таня говорила. Это механизм, когда я шел и видел за кулисами, как люди собранные, как они каждый занимаются своим делом. А это ведь и хор, и балет, это звукорежиссеры, которые коммуникацию тянули, допустим, на таганке. Вообще такого звука предназначенного для... Да, очень хочется отметить технические цеха наши. ...для мюзикла. Нет. Поэтому полностью они делали коммуникации, кабель прокладывали. То есть это вообще невозможно. Ночью люди работали для того, чтобы мы пришли и вот это все исполнили. А вот на таганке как раз одна часть стены, вот у нас, допустим, стена Ленина, она у нас как бы считается, ну, нефункциональной, потому что там мы заходим за кулисы, и там очень мало места. Поэтому все наши выходы были не с правой, а с левой стороны, а на таганке все с точностью наоборот. То есть зеркально. И когда мы это поняли, это был тихий ужас. Перестраиваться сложно было? Ну, там добавлю, прости, Игорь, там вообще нет кулис, как в театре. То есть там полностью сцена... Голая. Голая. Там негде спрятаться. И даже удивительный факт, насколько мы сработали как единый организм, и не только мы делали спектакль вдвоем как солисты. Даже наши цеха, которые никогда не выходили на сцену, это девочки, которые одевают нас. Им надо было взять что-то черное, и они во время спектакля, чтобы переодеть меня на другой стороне, а не за... просто как аргентинские пионеры с выражением на лице. Это было удивительно. И для них тоже волнительно. У нас не так много времени. Когда в Свердловске можно будет увидеть? Мы услышали, что остался буквально один показ, да? 21 ноября мы действительно играем восьмой купленный показ «Ивиты». И мы единственный театр в стране, который играет этот спектакль. Мы дарим это родному городу. Декабристы. Это здорово. Декабристы 24-25 октября. То есть можно будет увидеть здесь, в родном театре, на понятной вам сцене. А «Ивиту» мы потом долго не увидим нигде в России, наверное. Мы будем надеяться молиться, что еще... Мы будем надеяться, что... Что наше разрешат. Ну что, давайте небольшой фрагмент. Подарок в день музыки для всех зрителей канала ОТВ. Я так ждала тебя, я так спешил к тебе, и так мечтал тебя обнять. Этот день тянулся в вечность. Такой родной и чистый взгляд И бесконечно нежные черты Моя награда ты, моя отрада ты, Екатерина. Любимый мой, я каждую минуту расставания Живу надеждой скорого свидания Хоть понимаю я, как важны дела державы для тебя Любимая, под покрывалом бережной твоей любви Я забываю то, что мир несправедлив Мне нет судьбы иной Я болен на века Россией тобой Не затеряется во тебе чудесная дорога Что привела меня к тебе через страны и моря Я так давно тебя искал Ждала тебя так долго Я ждал Любимый мой, так много нам дано судьбой Что страшно мне Вдруг горе на века погасит свет в окне Печаль мою, прости Сердце так стучит, как колокол в ночи Любимая, пусть Бог хранит мерцающий лампады свет И даст мне силы уберечь тебя от бед Молю я небеса Любимого лица Пусть не коснется грусть Не затеряется во тебе чудесная дорога Что привела меня к тебе через страны и моря К тебе Дорогие наши зрители Сегодня в информационном шоу мы говорили о символах Экспо 2025 Также мы узнали, чем живут старцы Чем живет В Терновской области Поговорили об экономике и рекордно низком проценте безработицы в России Ну а также узнали, как обезопасить наших детей Сейчас информационное шоу продолжает выпуск событий Оставайтесь на ОТВ Субтитры создавал DimaTorzok